В нашей семье любят творожок, и поэтому я часто покупаю творог в магазине. В частности, данный вид продукции, который расположен на полках именно с творогом, а не с творогосодержащими продуктами, на этикетке у него тоже крупненько написано творог кисломолочный, жирность задается 10% и вот такое вот пластиковое ведерочко, в нем помещается 400 грамм творога. То есть все изначальные параметры очень хорошие. Также можно прочитать, если у вас хорошее соколиное зрение, состав продукта, потому что он написан очень меленькими буковками, ну, хотя спасибо, что черным по белому, а не, допустим, красным по золотому или наоборот, чтобы вообще невозможно было увидеть. Итак, в составе указано только молоко коровье жирное-нежирное и закваска кисломолочных культур. Все, больше ничего. Поэтому все эти параметры указывают на качественный, доступный продукт, но, как всегда, закрадываются сомнения, а так ли это на самом деле. Проверка в домашних условиях, самая простая творог на натуральность, это помещение кусочка творога в горячую воду. Если он натуральный, то творожок должен превратиться в такую массу подобия пластилина, будет мягкая, пластичная, тянучая. Если же результат другой, то абсолютно полностью можно точно сказать, что есть все сомнения для того, чтобы сказать, что это только натуральные ингредиенты. Итак, что же у нас здесь? Во-первых, это свеженький творожок. Сегодня 27 октября. Этот творожок произведен 24-го, то есть всего пару дней прошло. Я не думаю, что эти пару дней существенно скажутся на чистоте нашего эксперимента. Поэтому с чистой совестью буду его проверять. Итак, открываем нашу крышечку. Внутри творожок на вид довольно симпатичный, имеет такой творожный вид, можно сказать. То есть он крупиночками, но творог разный бывает, поэтому это вот довольно похоже, во всяком случае, на творог. Дальше берем в чашечку, наливаем кипяточек. Берем кусочек нашего продукта. Я его пока творогом называть не буду, потому что это еще пока неизвестно. И помещаю его в этот наш кипяточек. Смотрим за процессом. Что можно сказать? При наличии пальмового масла обычно сразу же появляются маслянистые пятна на воде. Но здесь таких нет. Хотя творожок тоже этот ведет себя странновато, скажем. Он начал распадаться на меленькие крупиночки. Вот их хорошо видно. Сам вот этот кусочек, который не распался, он тоже особой гибкостью не обладает. Вот когда его начинаешь надавливать, он должен, по идее, слепаться и быть податливым. А он же что? Пожалуйста, распался на маленькие крошечки, которые между собой слепаться никак не хотят. Так что результат меня совсем не радует. Потому что этот продукт позиционируется как натуральный продукт. Но даже такую простую проверку он не выдерживает. На просвет можно посмотреть, что тут у нас творится. Вот, пожалуйста, я специально взяла стеклянный стаканчик, чтобы было хорошо видно. Наш творожок совершенно не собирается скрепляться. Он распался на кучу вот таких маленьких крупиночек, которые плавают сверху, образуют такое крупяное поле. Совершенно никакими качествами слепания они не обладают. Наоборот, если их пытаешься слепить, они еще больше рассыпаются. В общем, не знаю про наличие пальмового масла. Но, судя по всему, это не чисто натуральный творог. Что меня очень не радует. Что я могу сказать с большим сожалению. В общем, неизвестно, что тут намешано. К сожалению. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok